Очень жалко, что здесь сегодня нет молодёжи. Ну, наверное, они думают, что те проблемы, которые сегодня есть, они, наверное, более подготовленные, они решатся, может быть, быстро или сами решатся. Но, тем не менее, я понимаю так, что и в городе... Молодёжь не верит этой администрации никакой. Татьяна Владимировна, чемпион мира по обещаниям. Я хочу вам сказать, что районный бюджет с каждым годом всё больше и больше вам городу помогает. В этом году у нас помогите, пожалуйста. У нас как нет канализации дома, садовая 4. Часто это, ну, как бы мы снимаем этот дом, да, и она застаивается, все фекалии остаются в подвале. Как можно жить, когда под тобой фекалию плавают? Давайте, есть предложение. Нам осталось немного с вами ждать. Я вас проинформирую через администрации, через СМИ, в Восточном береге, в интернет-ресурсах всегда есть мои комментарии. Давайте так. Я ещё раз говорю. Губернатор Ленинградской области принял решение об Светлогорске и Ивангороде, что должны быть отдельные программы по развитию этих территорий. Да, и да. Если бы сегодня уже это состоялось как документ, мы бы по-другому разговаривали. Давайте мы дождёмся, что будет происходить в правительстве Ленинградской области, как сформируется эта рабочая группа, этот инструмент, который будет, да. И в первую очередь, Ивангород, наверное, администрация Ивангорода нужна обязательно. Она должна мониторить ситуацию. И я предлагаю, давайте мы разделим ситуацию. Вот полномочия первого уровня, наболевшие вопросы. Канавы. Вы не представляете, в Кингисеппе, в микрорайоне Южный такие же вопросы. Ко мне также приходят граждане. Но я им говорю, давайте мы выберем, вот давайте вместе выберем, что мы сегодня будем делать. Газификацию или канавы начнём вот эти рыть? Газификацию давайте сначала начнём делать. То есть мы в диалоге предлагаем. И когда у вас появится возможность реализации этого всего, также надо жителями обсуждать, что мы в первую очередь будем делать. Канавы, дренажную систему, ливнёвку. У нас с вами одинаковые проблемы в городах. Не только Ивангород и Кингисепп, а во многих городах Ленинградской области с дренажными системами, с ливневой канализацией, очистными сооружениями. Но я вам хочу сказать, наберитесь ещё немножко терпения. Мы с вами прошли уже тот тяжёлый путь. И в этой программе в будущем, и в ситуации, в которой мы будем работать собственным бюджетом, это надо учитывать и это надо делать. Татьяна Владимировна, мы вам поможем в этих работах. Оцените масштаб бедствий. Может быть, надо разделить ситуацию, что частично что-то уже делать, а частично такие вопросы вот проектировать. Вот сейчас очень много говорилось о том, что дома там стоят в канализации, в общем, очень плохое состояние. Но у нас построился новый дом. А Псковский дом, который Казань Инвест строил. Псковская 20-я. Вот. И это, почему у нас этот дом стоит? Почему его не могут принять? Люди страдают. А стоит жильё. Псковская 20-я строилась частным инвестором. Там только частные деньги. У них были нарушения. Эти нарушения устранены. Со стороны администрации дом принят. Дальше уже работа их самих. И мы не можем на них влиять. Они свои деньги вложили. Хотят они их получить и должны работать. Построители. Вот у меня человек, старичок живёт с женой. Оба ветераны. Они 250 тысяч заплатили, чтобы подключиться к воде. Это в центре города. Ему 70 с лишним лет. Он до сих пор работает. Чтобы привести в порядок свой дом, который он построил. Газа нет. Но у Третьяка 50 метров. Ровно два столба. Между столбами 50 метров. Газ есть. Съездили. Я съездила с ними. Привехала. Газ нельзя подключить. Ну как же Третьяк-то подключил? А 50... Они не готовы сами заплатить. Они готовы передать, Евгений Павлович. Пожалуйста. Теперь... Если что, копию снимите. Если есть с чем поработать. Сейчас, прошу. Теперь вопрос по поводу... Я, конечно, вам очень благодарна. Я бываю на всех советах. И вижу, о чём говорят. И вижу, какие суммы проходят вообще от области. Но, наверное, нужно очень корректно и с ними обращаться. Вот это слово «корректно». Может быть, что-то... Понимаете, очень много в администрации дублируется. У нас есть ЖКХ. Зачем у нас такая служба в администрации? Надо, может быть, сократиться немножко. Чтобы не ходить с протянутой... Те деньги, которые нам дают 70 миллионов на 1 января, с протянутой рукой, они тратят практически на свои нужды. В 1 января они начинают к вам приходить вот так с протянутой рукой. Дайте, 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 дайте. Миллионов дают на разборки. Слушайте, когда они подняли эти 10 рук, у меня оторопь началась. Давайте так. Вот старый бассейн. Нам ворошить сейчас. Это себе дороже. Мы никто, вот сидящие здесь, не причастны к этой ситуации никак. Компетентные органы разобрались, разберутся еще или что-то такое. Но самое главное, воля губернатора с чистого листа построить новый бассейн для ивангородцев. Потому что то, что там было построено за те деньги, за которые вы говорите, я номинали сумму, не помню, 70 не 70, в итоге это было, да? В это нельзя было запускать наших детей. Это безопасность. Поэтому предлагаю, предлагаю, мы должны сейчас думать о будущем. Мы должны строить будущие планы. Идти в разборки, что было у нас вот уже. И оглядываться на прошлое. Обязательно, чтобы не делать ошибок. Да, Ивангородская администрация совместно, совместно с нашим комитетом экономики инвестиций, с правительством Ленинградской области. Но в принципе, вот в таком режиме находимся, чтобы как можно быстрее сюда затащить, в промышленную зону, хорошее, крепкое, устойчивое предприятие. Сейчас, вот в реальном времени, в ЛАЭСКе, Ленинградские электрические сети, находится ваш инвестор, биопротеин. Мы сегодня за что боремся? Чтобы этот завод здесь сел не в своей опытной линии, скажем так, которую они строят. Это уникальное современное предприятие по производству биопротеинов в чистом виде. Вы же помните в советское время, с чего протеин получался? Если знаете, помните, да? Мы же тогда не ели ни кости, ни маслы, ни головы. Все это шло после бойни. Все это шло, и вот протеин получался. Сегодня, к сожалению, все это в колбасе. На минуточку. Предприятие, которое здесь будет развиваться, да, на первом этапе это 100 рабочих мест. И мы сегодня все вместе прикладываем большие усилия, чтобы это предприятие построило здесь свою большую вторую очередь. Для этого надо поменять 24 километра трубы газа, для этого сюда надо дать 10 мегаватт электричества, конечно. А вот начнем развивать, и подтянется все остальное. Будут налоги, будут денежки. В городе Третьяк, причем фамилию я уже повторяю второй раз, купил 13 участков. Или купил, или взял в аренду. Мы в администрации добиться не можем. С июля... Назовите мне адреса в протокол, пускай вы, мы посмотрим, сколько денег, мы вам дадим информацию. Участки по госпитальной. 13 участков по улице госпитальной. Это он разбил. Вот, 13 участков. А людям, людям, мне даже стыдно ехать по моей разбитой, к эпично-слободской дороге. Дороги, люди, сейчас два участка по 105 закону взяли, в болоте. Если я, вот проеки, стыдно, они срубают эти вот деревья, и вниз туда еще метра три или четыре, туда, и, ну, болото. Это, представьте, какие затраты у людей. И у нас говорят, земли нет. А почему эту землю в одну, извините за выражение, харю дали? Выделение территории. Приходит инвестор, заявляется, получает через аукцион кусок земли, допустим, один гектар, делает межевание, проект межевания, подводит инфраструктуру и имеет право уже дальше распоряжаться этой землей каким-то образом. Это все законно. Это все законно. Есть выделение земли по 105 закону. Если вас посадили кого-то в болото, давайте разбираться будем. Мы не формируем у вас земельные участки, формируют участки. Ваша администрация, стрелки не перевожу, говорю как есть. Осталось чуть-чуть, два с половиной года. Будут очередные муниципальные выборы. А вы же с каждым годом все лучше и лучше живете. Жизнь продевается. Все лучше и лучше. У нас очень много поздравляют. По поводу деревьев. Деревьев? Да. Вот у нас на парусинке. Во всяком случае могу сказать за парусинку. Приехали. Вместо озеленения у нас идет полный вырук деревьев. Я живу рядом с дорогой. Я залезла в интернет, прочитала, что тополя являются самыми лучшими деревьями, которые должны растить вдоль дорог. Пыталась ругаться, пыталась. Можно чем-то заменить, я понимаю. Бесполезно. Мы в городе Кингисеппе за последние три года, наверное, снесли больше 200-300 тополей. К нам, к нам. Вот проедьте, вы увидите на Карла Макса, что тополя стояли. У нас уже завтра субботник. Завтра мы выходим, администрация, будем сажать новые деревья. Сажаем новые? Мы тоже к этому тяжело шли. Но у нас жители в Кингисеппе абсолютно четко просили нас старые тополя убирать, и на этом месте высаживать более благородные деревья. Мы будем сажать сейчас клён, ясень. На парусинке деревья уже переросли, и их нужно спиливать. И мы их спилим. В городе в год спиливается от 50 до 70 тополей. Теперь по поводу посадки. Каждый год администрация выходит на субботники и сажает. В этом году, в конце прошлого года, было на парусинке содан общественный садик. Достаточно активный. Петров, Яков возглавляет его. Он скопировался с депутатами, с администрацией. И буквально в субботу будет посадка деревьев на спортплощадке около улицы Текстильщиков. Заказали они деревья и кустарники. Мы помогли выкопать ямы. Поэтому эта работа делается в том числе и с жителями. Вот эти вот кормы, потому что туда посадить, как, если там пенёк, вот так, ну как. Можно промежуток. Можно арендовать на короткий период мульчирования. То есть мы его не вытергиваем, мульчируют пень до нуля. А сажаем мы через раз там, где между деревьями. Дети занимаются фоке футболом. У нас единственное футбольное поле, вот там вот, где Стелла стоит. Там, в общем, играть невозможно. Ну, представляете, что такое весна-осень, каша, собак выгуливают, вот такие кучи. Непонятно. Помогите сделать для детей хотя бы какое-то, ну, не знаю, не помещение даже, а вот как, допустим, в Питере. Деревянный каркас обшит. А хотелось бы вот ваше мнение узнать. Первая такая вот проблема, даже, не знаю. Автостоянка в зоне променада, внизу. Там есть здание, стоит одноэтажное. Я так понимаю, что здание предназначено для, ну, будем говорить, прям туалеты. Да? Может, еще там какие-то, я не знаю, функции будут. Это должно быть. Два года оно стоит. Подход слиреет. Конденсируется там эти окна и все прочее. А туристы приезжающие в зеленое время года ходят в кусты. Они в зеленое время года бегут трусцой до крепости, ну, а там уже куда кто как может. В зону променадную, которая наверху, где вкус красивый сделан, побольше бы зелени. Я имею в виду кустиков или там деревца, может быть, даже по периметру. То есть замечательный проект, все хорошо. Ступени теперь у нас обвалились несколько. Стена начинает отходить потихоньку. Это есть. Только два фонаря работают. Ни одного стекла вообще нет в этих фонарях. Это антивагон. Потому что на него тоже навалилась масса задач. Деньги сегодня сконцентрированы в бюджете Ленинградской области. Мы будем в первую очередь обращаться к губернатору Ленинградской области, поддержать вот именно такие инфраструктурные проекты. А давайте, вот я сейчас говорю со своими коллегами, Татьяна Владимировна, давайте так. Найдем возможность и способ. Сейчас летний период, больше будет туристов. Это мы опозоримся просто. Давайте восстановим туалеты, запустим их, сделаем комплексно, чтобы не то что открыть туалет, чтобы там всегда была, извините меня, туалетная бумага, чтобы там в часы были уборки постоянно и все остальное. То есть, чтобы за этим кто-то приглядывал. Вопрос упирается сейчас в районную администрацию, потому что идет разделение земельного участка. Ну что упирается? Ну-то разделим. Ну, за сих пор не разделили. А сколько лет стоит туалет-то, а? Туалет стоит три года. Я тебе, что три года вы бы не могли разделить землю? Да, мы делаем дело в том, что его поставили изначально, как строительная, как это было. Этот вопрос нужно в ручном режиме, в ручном режиме довести до конца. Поставить фонари, ступени, туалет и все это запустить в работу. В ручном режиме. Нам не нужно здесь ждать. Объекта. Объект благоустройства. Подождите. Кто был заказчиком этого объекта? Администрация. А почему вы там не следите за ним? Нет, давайте мы сейчас служебное расследование не будем делать. Давайте мы, мы, вот мы сами в рабочем порядке, вам говорим, вам говорим в рабочем порядке, я лично, вот этот вопрос, сейчас я перед вами всеми говорю, вот этот вопрос, именно этот вопрос, то, что вы задали, я возьму под личный контроль. Возьмемся, будем делать. Я хочу сказать, вы открыли его, а недавно у нас этот, Шайгута, в ответ на то, что они сфотографировались на фоне нашего там крепости, ответку дал. И вы знаете, сходите, посмотрите, просто ради смеха. Там у меня документы есть, что это является яхт-клубом. Вот впереди здание, я всем, когда вы открывали, подходила, спрашивала, что это такое? Это что будет дальше? Это выход частного, частного строителя, и это будет его, что ли? Потому что сразу стоит дом. И это был по документам яхт-клуб. Сейчас это, все видели, что сейчас там, какой яхт-клуб? Высота здания, три этажа. Там честный дом, который изначально стоял, когда начинали... Да не было его там. Там были гаражи. У меня есть бумаги, и этого инвестора даже штрафовали. Там были... Его даже штрафовали. Но кто вот дал согласие на строительство дальше? У меня есть, вот, его штрафовали. Горнеев. Год экологии, вот экологии. Давайте разберемся по его городу. Статус этого объекта, кто владелец земельного участка, на каком основании ведется строительство. Если штрафовали, значит, там есть нарушение. Соответственно, как объект будет вводиться в эксплуатацию, и как он будет называться? Там может быть только объект общественного применения. Ресторан, яхт-клуб, ну, не частный дом, это точно. Ну, не ИЖС. Ну, частный, да ради бога, да ради бога. Это не был частный, он не жилой дом. У нас в городе ужаснейшая составляющая по этим, как его, по грузовым машинам, и по праздничное время у нас тут невозможно вообще ездить. Милиция приезжает, и все это контролирует, так скажем. Вот, мы хотели это вот, как они хорошо начинают. Газета какого года? Вот. Горбатова. Короче, где этот логистический терминал? Отвечаю. Тогда уже я возглавлял район. Был инвестор, это было сколько, сколько, 7 лет назад где-то. Был инвестор, который предположил, что он может реализовать зеркальный проект, как на той стороне, и сделать удобство и комфорт для транзитных пассажиров, транспорта, и оградить его от города от того, что происходит. Но, но, не переводим стрелки. Но, к сожалению, российское законодательство сегодня не позволяет сделать такой терминал. Почему? Потому что терминал не может дарить эти услуги. Он должен получить эти 3 копейки, как в Эстонии, сколько там, 4 евро за это, чтобы автомобиль легковой, по-моему, 4 евро. Да, грузовые больше там, наверное, будут платить. Чтобы, ну, оказать сервис, убрать потом, чтобы туалеты работали эти же и все остальное, да. Сегодня не может частный бизнес по нашему законодательству организовать такой сервис и брать за это деньги. Мы обращались, это законодательство, мы обращались не один раз уже о том, чтобы поправить это в российском законодательстве. Но, к сожалению, пока ответа уразумительного нет. Сейчас, в настоящее время, в Государственном Думе как раз рассматривается федеральный закон о дорожной деятельности. Поэтому у вас есть время быстренько сформулить законодательную инициативу совместно с законодательным собранием области. Мы законодательное собрание области, эту инициативу сформировали, на Комитете по транспорту, он там выступил, нас поддержали, быстрая инициатива была направлена в Государственную Думу. И она уже сформированная, лежит в Государственной Думе, в Комитете по транспорту. Просто нету человека, которого действительно вынес бы. Было поручено депутату Государственной Думы товарищу Петрову заниматься этим вопросом, но почему-то вот тишина полная. Уже два месяца лежит эта инициатива в Комитете по транспорту Государственной Думы. То есть инициатива лежит, а в Государственную Думу не внесена. Не внесена, да. Представляете, мы здесь с вами сидим, восьмой час уже вечера, четверг, апрель месяц, и мы сидим и вот думаем, когда Государственная Дума нам поможет решить вопрос, который мы должны... Нет, ну мы же туда полномочий посылаем, выбираем их, это Ленинградская область. А у нас в резерве, в Ивангороде, с Ивангородцем, у нас в резерве 11 гектаров земли под это стоит сейчас. Под этот терминал мы землю никому не отдадим, рано или поздно он возникнет. Я кажется, он мог обслуживать стариков. Отвечаю быстро на этот вопрос. Ваш земляк Ивангородцем работает в пенсионном фонде. Буквально два дня назад мы с Гавриловым обсуждали этот вопрос, что на один день здесь будет оставаться этот сотрудник. По-моему, вы дадите здесь ему место. На один день будет здесь. Но, я скажу больше, я обратился к зампредседателя правительства Ялову с просьбой, чтобы в Ивангороде открыть отделение МФЦ, полноценное отделение, есть 300 квадратных метров. Сейчас ведется, скоро люди приедут уже смету делать и все остальное. Вроде бы мы вопрос столкнули. Поэтому в МФЦ вы сможете ежедневно получать эти услуги, которые в пенсионном фоне попали 100% в услугу. Не в АфЦ, а в отделении. Я уже, Павел здесь воевал 5 лет. Уже в общей сложности 5 лет, 6 лет воевали, дети мои, и служили 16 лет. Три национальности. Русские, украинцы, арабы, узбеки. Четыре национальности. Я всех вырастил. Жена, мать, ирина. Ей не даю я почему-то. Магинает, дети здесь родились. Они уже работают. 80 лет дети. Ну какая же, Олег 10 лет работает, Мария на 15, сработает джемель на 15. Семь не дает мать героиня. Раз. Второй земле не дает. Два. И все. А я делаю, кстати, для города 500 тысяч угроков. Спортивный комплекс делаю. Свои 30 лет буду заниматься. Уважаемые, уважаемые ивангородцы. Вот давайте так. Вот вопрос. Ногодетная семья. Земля. По 105-му закону. Ногодетная семья вправе получить вне очереди этот участок. Есть очередь, да? Что должно быть у семьи? Критерии. Она должна быть многодетная. И в этой многодетной семье дети должны быть несовершеннолетние. Вот. Если дети все в этой многодетной семье совершеннолетние, то, к сожалению, это закон. А где же вы раньше были, когда были маленькие? Подождите, подождите. Сколько лет Марине? Марине сколько лет? Тридцать. Тридцать два. Тридцать два. Двое детей маленькими. Разделите семьи только. Марина, одиночная, мать-одиночка. Двое детей в одну сторону. Сколько лет? И все так. Дальше. Вот то есть не весь ваш рот в один мешок. Это ничего не получится. А вот по 11 каждого. Мы поставим в районе диагноз. Вот. Я вас приглашаю. Второго числа в 10 часов в администрацию района. Но она не многодетная же. Двое детей. Погоди, милочка. Это же моя семья. Нет, нет. Подождите, подождите. Вы очень много рассказали о своей семье. У вас очень хорошая семья. Дружная. Вы много сделали для города. Я понимаю. Приходите к нам, а то сейчас у нас будет театр одного артиста. Основателю города Ивану Третьему. ТАС сообщает. Значит, в рамках проекта благоустройства подходов к двум переходам МАП и Парусинка в генеральном плане выделено место для этого памятника. И даже он прорисован. Я как бы немножко тех, кто уже высказал, я их записал чуть-чуть, чтобы многие не знали чего. По поводу грузовых машин, возможно, эта инициатива законодательная, надо ее приставить купить к Платону. И это как бы существенно будет. Поскольку как раз Платон к нам переходит в здание сейчас. А я уже в сфере этих законов. Поэтому туда это существенно. Это рад. Теперь, думаю, что тут насчет туалета-променада. Я думаю, многие даже вот не знают, что у нас вторая точка в городе и бесплатный туалет. Чтобы просто вокруг люди не ходили в туалет. У меня это просьба ко всем. А где отъехать? В торговом центре, бесплатный туалет, с горячей водой. Уже существует больше вода. В каком-то речи центре вы не знаете? В центре. Ну, кикс-проекту все знают. Кикс-проекту все знают. Деревья в городе. У меня замечание такое. Поскольку я с этим очень сильно столкнулся в центре. Значит, сначала было противостояние против администрации. Раз. Я это преодолел. Потом начал к ним обращаться, они начали делать. Это тоже я уже понял, что к администрации я больше никогда обращаться не буду с этим. Почему? Потому что в администрации нет специалистов, которые владеют кронированием деревьев. Просто есть еще ситуация такая. В городе, в Кингисеппе проблема тоже есть. И у нас есть эта проблема. У нас в большей степени безопасность. Безопасно деревья валятся. Наши службы что делать? Снизу вот так вот рубят. Тому растет выше и пирамидкой падает. Вот дождемся, скоро десяток деревьев просто упадут. Я поэтому уже приглашаю специалистов из Эстонии. Они приходят грамотно все. Делают, знают, как это делать. Сейчас вот это строительство бассейна стоит под угрозой. Объясню в конце почему. Потому что был построен прошлый бассейн. Через наш участок, вот за моей подписью, прошли коммуникации для того прошлого проекта. Пришли новые люди, проектировщики, безграмотные проектировщики. Администрация в этом не участвовала, к сожалению. И сейчас вот эти вытянутые деньги, которые мы могли бы сейчас для города использовать. Миллионов 10 просто выкинули полностью. Значит, проложили новые коммуникации. Дальше они не завершены проектом. Поэтому та половина города, она под канализацией утонет скоро. Там проблемы всплывут такие большие. Но сначала надо пройти на тот участок. Проще, чтобы не занимать время, истинно. Потому что стоит под угрозой. Все стоит под угрозой. Не решается вопрос бассейна, не решается вопрос земельный, не решается вопрос светофорного объекта. Чтобы было понятно, вот с Евгением Павловичем мы познакомились. Я был инициатором закрытия строительства вот этого светофора. Козлов подключился. Начали что-то пытаться исправить. Те уже сделали второй проект. И Росавтодур сказал, пошли вы. Пошли вы, они делают второй проект. А на самом деле городу было удобнее сделать другой проект, третий. Наши замечания никто не устранил. Последние, которые мы отправили по светофорному объекту замечания, они повисли. Прислали там, я сейчас дойду до министра транспорта, отправлю ему, что его сотрудники пишут в ответ. Просто такую письмо-ответы ни о чем. Мы все туда, пожилые люди, ездим на автобусе. Трасса у нас проложена от Парусинки и до Садов. А весь микрорайон, он остался в стороне. И все бабушки, дедушки со своими помидорами, котонками, кошелками, они на себе... И скотами, и скотами, и собаками на себе тащатся на эту горку. Почему у нас проложен автобусный маршрут там, что мы через одно место. Не такая большая загруженность, потому что мы дойдем, мы живем на свои собственные доходы, и не так много пассажиров ездят. Потом там режим по времени проезда и режим отдыха водителей, потому что у нас обходится двумя водителями. Если мы увеличим количество поездок, то нам нужно будет дать водителя от АТП, тогда они выживут, когда они к нам придут, дать иду. Каким-то образом? Пожалуйста, у вас было бы... Первый вопрос по ремонту дороги, которая была... Вот новая докладка, крошка, что там решается? Да, федеральная. Как будет Севская администрация этот вопрос контролировать? Что получается? Извините, тоже в 6 часов подъем, уже... Ну да, больше в 20 часов. По федеральной трассе мы не один раз собирали Севзавпуправдор, Евгений Павлович, вот мой заместитель по этому направлению. Они сначала немножко как-то брыкались, в общем-то, ну вот эти тысячи стекол разбитых автолюбителей, не сотни, а тысячи. В нашей администрации только, наверное, полтора-два десятка стекол улетело, только в администрации я имею в виду. У меня на машине два раза, вот я два раза в город ездил, два раза попадал. И сейчас разбитое стекло. Вот, я понимаю, что это такое. Севзавпуправдор нас уверил, что подрядчик, который выполнял эту работу, а это сейчас гарантия дается по дорожным работам от трех до пяти лет, купят, как позволят погодные условия, к этой работе. За свой счет. За свой счет, конечно, за свой счет. Так, Виктор Ильич, нужно проезд. Почему в Кингисеппе проезд бесплатный для 75-летней старушки? После. Вот, ну задай, спасибо. Нам нужно понять, свериться, какие льготы. Вышло оно на такую льготу для граждан. А, это не решение администрации, это сам частник, у нас тоже частная же компания, автобусный парк, акционерное общество. И они сами решили, вот пенсионеры такого возраста, у нас по району и в городе возить таким образом. Если ваш перевозчик окажет такую услугу пожилому населению, пожалуйста. Уважаемые ивангородцы, давайте так, сегодня мы с вами пообщались, затронули ряд очень серьезных вопросов, которые будут решаться на региональном уровне, лично под патронажем губернатора Ленинградской области. Что я вам обещаю, эти вопросы, которые мы с вами обсуждали, они на слуху, они на слуху, мы сверили часы, и обязательно в средствах массовой информации, через администрацию буду давать вам информацию, когда что-то будет происходить в части Ивангорода. Это первое. Второе. Давайте наметим, наверное, в летний период, ну, кто-то на дачах, кто-то не на дачах, но мы всегда здесь на местах, как говорится, да, давайте в летний период, где-то в июле-августе еще раз встретимся, сверимся, что мы сделали, что не сделали, какие причины. Ну, то, что будем решать, вопрос однозначно. Возвращение, пожалуйста, напишите изъявление. Возвращение. Скажите, пожалуйста, вот приезжала глава администрации Финксерской области, она вообще удовлетворила? Да. Да? Все удовлетворила? Все удовлетворила. Все удовлетворила. Ну, понимаете, мы не знали, мы не подготовили вопросы. Не было объявлений в городе. Хорошо, спасибо. Продуктивно прошло, конструктивно, я считаю. Понятно. Не знаю, хорошо сказал. Только ответы это не значит сделано.